Друзья, всем привет! Меня зовут Евгения и вы на канале Parf Poison. Пометуя предыдущее видео о самом сексуальном мужском аромате Memo African Leather, я быстренько хочу снять свои впечатления об одном аромате, который я услышала в магазине Космотека, который теперь в моих хотелках, и он будет куплен сразу следующим, и я считаю его одним из самых сексуальных, наверное, самым сексуальным женским ароматом, который только я слышала. Ну давайте быстренько вам о нем расскажу. Поехали! Ну что, друзья, сходила я в очередной раз в Космотеку, рассказывала вам об этом, ну и встретился там мне еще один аромат, который я очень-очень хочу купить. И это аромат от бренда, не часто встречающегося, честно говоря, который называется Jero Boam. Я вам все обязательно подпишу, и я переслушала все ароматы вот этого бренда. По-моему, Floro там еще есть, вот этот мне понравился. Он не такой мускусный, но очень похож в сторону кирки. Фруктово-мускусный аромат, но без забойного мускуса, вот что-то типа такого. Все остальные как-то мимо, по крайней мере пока, да, может быть, стоит сделать еще один подход. Ну так самый сексуальный аромат, который я там услышала, называется Mixado. Я вам обязательно подпишу и добавлю картиночку. Аромат называется Mixado, в переводе означает как смешивание, ну mix, да, смешивание, Mixado. И это невероятно. Вот здесь точно такая же ситуация, как с ароматом мужским African Leather от Memo. То есть мы с мужем оба услышали, поняли, что надо брать, буквально через день-два у нас дома появился этот аромат. До этого была точно такая же ситуация с брендом Unenui Nomad, с ароматом, который посвящен Saddam Misfa, Jardins de Misfa, который называется, который я тоже послушала и на следующий же день купила его, заказала. Здесь вот то же самое, но Mixado это что-то чарующее, обволакивающее и совершенно не похожее ни на что, что я слышала до этого времени. Аромат имеет такие ноты, если хотите, зачитаю. Bergamot, Labdanum, Shafran, Kedr, Gerank, Voyaq, Pachuli, Vanille и смесь мускусов. Но на самом деле вот этот список вообще ни о чем не говорит. О чем же этот аромат? Это аромат пудровый. Пудрово-древесно-пряно-мускусный. Есть такой аромат, они, конечно, не похожи, но это вот для меня какое-то плюс-минус одно направление. Маскроважор от Фредерика Маля, который я очень-очень люблю. Но он более сладкий, более окутывающий, более теплый. И для меня это, как знаете, успокоительное. А здесь он тоже пряно-мускусный. Немного, я бы не сказала, что он очень яркий, но при этом очень, как будто он плотно-шершавый. Вот какой-то такой плотно-шершаво-мускусно-древесно-пряный. Вот какое-то такое у него звучание. Это аромат вот на моей коже, вот секс во флаконе просто. Серьезно. Безумно красиво, томно, тонко, сексуально, обволакивающе. И вот эти вот бархатные мускусы с бархатной пряностью и бархатной древесностью создают что-то невероятное. На работу, конечно, в таком сходить точно не стоит. Только на свидания, только какие-то вечерние семейные с мужем вечера и так далее. Тут только вот такое невероятный, потрясающий. Я очень надеюсь, что я найду его по хорошей цене. И скоро мы его с вами вместе распакуем. Друзья, сегодня коротенькое видео. Просто порыв души я не могла с вами не поделиться. Пишите. Может быть, вы от этого бренда знаете какие-то еще ароматы и можете мне посоветовать. Мне будет очень интересно. Но я побежала по своим делам. Вы берегите себя. Ну и, конечно же, помните, что яд от лекарства отличает только доза. Всем пока-пока.